Продюсер Жанн Нанчерик Пропавшая все нажили В ролях Мишлин Прель, Мишель Галябрю Сценарий диалоги Жан-Луи Бенуа По роману Пьера Вери Главный оператор Лоран Деян Композиторы Анжелика и Жан-Клод Нашон Режиссер Жан-Луи Бенуа Но вы где там? Вы идете? Да, мы идем, месье, идем Пошли, парни Теперь папаша Виктор нас пропесочет Да ладно, расслабься Э, что вы делали там втроем? Дыхательную гимнастику, месье Вы издеваетесь, что ли? Подойдите сюда Вы, как обычно, спали Но чем же вы заняты по ночам? Что спите днем? Все будет доложено, мадам директрисе Я вам покажу Уж поверьте Так, встать в хвост и побыстрее Когда я с ним расстанусь, это будет праздник Что вы сказали, сорг? Ничего, сэр Я запрещаю вам говорить по-английски, сорг Мы здесь во Франции, а не у ковбоев Ваша наглость просто невыносима Если, по правде, вы мне очень неприятны Но, возможно, однажды с вами произойдет что-нибудь очень неприятное И тогда вы пожалеете, что были такими дерзкими со своими преподавателями Только будет уже поздно В направлении Сент-Ажири Вперед! Один слон пьет много, пьет много Один слон пьет очень много воды Восемь слонов пьет много, пьет много Восемь слонов пьет очень много воды Двадцать слонов пьет много, пьет много Двадцать слонов пьет очень много воды Двадцать один слон пьет много, пьет много Двадцать один слон пьет очень много воды 44 слона пьют много, пьют много 44 слона пьют очень много воды 60 слонов пьют много, пьют много, пьют много 60 слонов пьют очень много воды 61 слон пьют много, пьют много 61 слон пьют очень много воды Стоп! Шагом марш на процедуры Лужи не разводить Не брызгаться Носом вдыхать Легкие раздувать Марш, марш, быстрее Сегодня 60 слонов Вы слишком далеко водите детей, месье Виктор Здесь не учебный военный центр Мадам, но зато их бронхи работают с такой скоростью Скорость их бронхов, как вы говорите Это мое дело, месье, а не ваше Вы входите не в медицинский персонал Ценаджилина А в воспитательный До вечера, месье Виктор А ну-ка, дети, держите осанку Вы примитесь быстро И продолжаете правильное дыхание Хочу доложить вам о плохом поведении Сорга, Бома и Макруа Эти ученики прогуливают мои уроки Больше я терпеть этого не стану До вечера Давайте повторим пройденный материал Перед тем, как начать ингаляцию эвкалиптом На что это похоже? Кто скажет на два больших уха, сразу отправится главному воспитателю Ни на что А так? На дерево На дерево А теперь? Перевернутое дерево Перевернутое дерево Вы забыли мою историю про перевернутое дерево? Воздух Это соки Тарахея Ствол Бронхи Толстые ветки Бронхиолы Веточки Альвеолы Листья А встреча воздуха и крови Это пузырьки, полные мусора Которые обволакивают кислород в этом коридоре Образуют там помойки Полные углекислого газа И кислород очищает эти помойки крови Вот здесь Через рот и нос Выдыхание Вы все забыли Как она меня достала? Мы все это знаем Ага Чистый воздух Мне кажется, они какие-то бледные, сонные Следите за ингаляцией И главное, пусть каждый измерит температуру И чтобы результаты Сегодня вечером были у меня на столе Господа, не забывайте про наш сеанс сегодня вечером Да-да, конечно, мадам директриса Как же она достала этими своими диапозитивами Те прокомарки были очаровательны О, очаровательны? Сплошные трясины до болота Даже ни одного быка Вот если бы она пригласила свою медсестру С медсестрой я готов смотреть диапозитивы Хоть про биржу Что вы опять там пишете? В своей записной книжке Месье Берамбо То, что было сказано Месье Дармион Время, температура, воздух Географическое положение этого здания Любопытная мания записывать все подряд Людовик XVI делал так же Да, и потерял голову До свидания, месье До завтра Кабан все ходит ко врачу Каждые две недели Вы же знаете, у него желудок в плачевном состоянии Достаточно взглянуть на его физиономию Как пергамент Таблетки все приняли? Свечки ректарные поставили? Кому не вставили свечку? Кто не выпил таблетки? Всем свечки поставили Кому не дали свечку? Мне, месье Опять вы, Криспон Вы все время забываете про свои свечки Держите Они с эукалиптом Это дерево из теплых стран Оно навевает сны о путешествиях Спокойной ночи, месье Плане Все выпили свои таблетки Все поставили свечки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В очередной раз Члены Шишкапона С триумфом одолели Своих беспощадных соперников Бедуинов И их пособника и вождя Летающего человека Невозмутимые Сорг, Бум и Макрой Направились в сторону Нила Их широкие кожаные сумки Были набиты жемчугом и рубинами И священными мумиями Отвоеванными в трудной битве Естественные науки Кончи писать, Сорг У нас насыщенная повестка дня Шишкапон Это ж как нужно хотеть написать книжку Чтобы ходить сюда каждую ночь Заткнись, Макруа Начинаем Джонни Зорг Здесь Филипп Макрой Здесь Белбом Здесь Объявляю открытым этой ночью 7 июня 1957 года Под торжественным председательством Мартона Скелета Заседание Шишкапона Шишкапонцы клянутся вместе добраться Как только представится возможность До свободной Америки Они взяли на себя это обязательство После серьезных размышлений И без какого бы то ни было Давления Они выражают Непоколебимое желание и волю Сдержать свою клятву И они ее сдержат Их решение окончательное Да здравствует Шишкапон От этих ингаляций Так клонит в сон Так Перечислим необходимые документы Американская виза Окей Свидетельство о рождении Окей По две фотографии Окей Свидетельство о найме в США Или письмо с точной целью поездки Я займусь оставлением списка необходимого багажа Главный принцип Не брать много Марта не поедет Шишкапонцы уже отказали ему в этом Но это не справедливо А деньги? Сейчас к ним перейду Я предлагаю основать кассу взаимопомощи Для нашего путешествия Бедный Мартан Как же ты без нас? Один в своем шкафу Итак, касса взаимопомощи Лучше бы мы подумали о том, как выучить английский Особенно ты, Макруа Твой английский очень слабый Слова это не так важно Думаешь, поселенцы говорили на индийском? У них было практическое чутье Все слова, слова Заткнись Я предлагаю основать кассу взаимопомощи Свобода! Вот, что нас ждет в Америке Тогда почему сразу не уехать? Мы тут задыхаемся Не нужна вся эта бумажная волокита Я лишаю тебя слова, Макруа Садись На повестке касса взаимопомощи Я пошел спать Отлично! Тогда заседание закрыто Перенесем повестку дня На другую дату Твое поведение заслуживает выговора, Макруа Он будет занесен в книгу Ты идешь, Сорг? Позже! Мне надо закончить главу Твое поведение заслуживает выговора, Макруа Твое поведение заслуживает выговора, Макруа Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Миромбо Стадион Да брось, это арена Прямо так я вижу гладиаторов И все это на кодек О, неужели? Все-таки я не понимаю, почему миссия Люмель опять отсутствует Ведь он так любит античные красоты Кубки и бокалы из Рима Я вас попрошу Не вам жаловаться на работу воспитателя Люмеля, миссия Миромбо Квадратный дом Я хочу еще А варенье? Нет? А рука? Говорю вам, я видел руку Может, это была рука Мартана Но кто это мог быть? Одно могу сказать тебе, Сорк Трубка тебе на пользу не пошла У тебя из-за нее галлюцинации? Заткнитесь Болинье Ты этого хочешь, Болинье? Я уверен, что кто-то читает мою Нью-Йорк Таймс раньше меня Пометки, мёты и страницы Вы меня подозреваете? Может, вы думаете, мне интересно, что происходит у американцев? Да я вообще не понимаю по-английски Доброе утро, господа Доброе утро, мадам директриса Хорошо спалось, Плане? Очень смешно Варенья сегодня нет, мадам Тогда ешьте яйца с беконом Я шучу Не буду же я заказывать банки с вареньем к концу года Оно летом заплесневеет И потом это вредно при диабете, миссия Мирамбо Эй, я не диабетик Ах, кто знает Какие новости, Смет? Было найдено тело с короткой рукой Со следами укуса Укуса человеку не уточняется Скажите, Смет, что у вас дети будут пить на праздник святого Ажилия? Моцарта? Эй, музыку для чахоточных, разумеется Мне очень жаль, Смет, но вы опять сели на мое место Доброе утро, мадам директриса Ну что, Плане, хорошо вам спалось? Я никогда не сплю, миссия Дермион Передайте мне салфетку, миссия Плане О, наша очаровательная медсестра Ах, наши дети витают в облаках в этом июне Однако оценка их температуры вполне удовлетворительная Но они ничего не запомнили из того, что я рассказывала им Перевернутое дерево? Именно Да, вы правы, они витают в облаках Знаете ли вы, что вчера один из учеников в миссии Миромбок заявил мне, что Вольтер – автор Гамлета Забавно, ребенок просто перепутал автора и переводчика Шекспира переводил величайший поэт Хватит, с раннего утра вы цепляетесь клювами Ваши галстуки всегда новые, миссия Дермион Но ваше зубоскальство безнадежно однообразно А что у нас будет на следующем сеансе диапозитивов, мадам директриса? Оверн Я сделала на свой кодекс собора такие фото Вы будете потрясены Вы много поездили Это было уже давно Сегодня я предпочитаю оставаться в саножиле В кофейнике Ле Мегу осталась только одна чашка кофе Вставать он с позаранку, как все Ему доставалось бы больше Идемте, господа, за работу Значит, теперь, Бом, вы выплескиваете стакан молока в лицо своим товарищам Молоко — это ценность Возвращайтесь на место Вы, дети, чувствительные Хрупкость вашего физического состояния Должна бы сделать вас с детьми более чутким к явлениям разума Это не обязательно дает воображение, но может этому способствовать Пруст Думайте о Прусте Какая элегантность Сегодня вечер, надо вернуться Тихо Короче, было бы справедливым ожидать от вас Немного воображения и чуточку рассудительности и фантазии А в результате что мы читаем? Сплошную ахинею Точно такую же, как если бы вы были обычными детьми А ведь описание реки на выбор — не такая уж сложная тема сочинения Итак, Дельмотт, два Озеро Жер-Эр-Мэра — это не река Дельмотт Самбр, два с плюсом Ваша Рона берет неплохое начало у истока Но затем полностью пересыхает Тихо Булинья, три Надо вернуться в кабинет естественных наук Сорк Я выгоняю вас из класса, Сорк Когда имеешь такой блестящий полный воображения стиль, как у вас, месье Сорк А мне очень понравилось ваше описание Миссисипи Надо уметь себя вести Предупреждаю вас, Сорк Вы, ваши товарищи Макруа и Брум Начинайте серьезно раздражать своих преподавателей Вы не победите Мы вас сломаем Вернайтесь в класс, когда вот это подпишет мадам-директриса Я просто хотел сказать Бому и Макруа, что ночью надо вернуться в кабинет естественных наук и понаблюдать за шкафом Уверяю вас, мадам Внутри был человек, который пытался открыть его дверь Вам нужно отдыхать, мой мальчик, и больше, чем остальным У вас отличные успехи в учебе, а вот графики температуры нет А скажите-ка Что вы делаете по ночам в кабинете естественных наук? Я... я не могу сказать Я дал клятву Дали клятву? Так вот, почему вы спите во время прогулок миссии Виктора Я не смогу больше держать вас в Сент-Ажиле, Сорк Этого мне не позволяет ваша с Бомом и Макруа Недисциплинированность Теперь возвращайтесь в класс Я позже сообщу решению Клятву Учебник английского Hello, boy Where are you here? Эй, я спрашиваю, где ты? В Сент-Ажиле, конечно По-английски, Макрой Но я не буду задавать там этот вопрос Я буду знать, где я А, кстати, через какой город мы прибудем? Лос-Анджелес? Мы едем кругосветку не для того, чтобы только причалить к США Чтобы уехать, нам нужны деньги Нам необходима касса взаимопомощи Достал ты уже со своей кассы Существуют и нелегальные путешествия Что с тобой, Криспон? Ну и физиономия у тебя Он умер Кто умер? Бобби Мой майский жук Бедный старик Я посадил его в ящик Вместе с авкалиптовыми свечками А сегодня утром Он был мертв Не удивляйся, балбес Свечки – это не для майских жуков Может, статься, нас примет какой-нибудь известный американец? Это кто же? Ну, не знаю Марлон Брандо На вид он вполне симпатичный Вали отсюда А чего? Двор для всех Скажите, месье Плане От эвкалиптовых свечек можно умереть? Конечно же нет, малыш Почему ты спрашиваешь? Я посадил своего майского жука В мой ящик со свеч И он умер Нет никакой связи С авкалиптовыми свечками Твой майский жук Просто задохнулся Криспон А, спасибо, месье Плане Как будто от эвкалиптовых свечек Можно умереть От стольких вещей Можно умереть Кстати, у вас проблемы с желудком А, спасибо, месье Плане А, спасибо, месье Плане Сорга все еще нет? Нет Я его не видела Сорг исчез Я обижал все здание Весь парк Сорг исчез Сорг исчез Такое хорошее учение Это, конечно, побег Днем Сорг получил Несколько парица Не за плохое поведение Так, месье Дермион Ему было обещано Отчисление Так что От отчаяния Я его понимаю Месье Дермион Совершил глупость Наказав Сорга Из-за ерунды Вас не спрашивали, Смэт Тем более Осуждать своих коллег Прошу вас Сейчас не время Эх, опять спаржа Вы предпочли бы легкие Спаржа очень полезная Мирамбо использует ее Как закладку в записной книжке А вы как кисточку Я же говорил вам, что больше не рисую Если спаржа вам не подходит Можете пойти на кухню И сделать себе бутерброд с салями Я-то думала, делаю вам приятное Спаржа стоит дорого А Сента Жиль, как всем известно В золоте не купается Вина, месье Лемель Спасибо, месье Плане Большое спасибо Лемель предпочитает алкоголь покрепче Ром, например Ром Напиток облегчения Позволяющий улететь А когда целыми днями лицезреешь Вашу Хэрю Очень хочется улететь далеко Если так будет продолжаться Мы будем есть за разными столами Передайте мне уксусный соус, Смэт Лемель первый начал, мадам Это спиржа? Мочего? Это мочеви От нее хочется писать Не так ли, доктор? Пруст спаржу обожал Он говорил, что она превращает В ночной горшок В душистую вазу Как элегантно Не так ли, Мирамбо? Как будет спаржа по-английски, Мирамбо? Сорг пропал Это пугает Предупредите его опеку Наплоне Да, мадам Доброго вечера Спокойной ночи, мисси Лемель В тишине Мисси Лемель Воспитатель Спаржа Да, мисси Лемель Мисси Лемель Воспитатель Что у тебя хорошо, попугай, что ты ничего не говоришь? Мы все тут закончим, как ты, чучелами, набитыми соломой, застывшими глазами, с разноцветными перьями, как у тебя, и с соломой вместо мозгов. Соломой! Но меня чучелам не сделают. Меня не посадят на насест, не будут выставлять в школьных шкафах. Мои мозги еще теплятся. Мое сердце стучит на всю катушку. А ты, попугай, ты откуда, а? Издалека, с островов. А закончил ты чучелом в Сент-Ажиле. Какая гадость. Филипп Макрой. Здесь. Билл Бум. Здесь. Джонни Зорг. Джонни Зорг отсутствует. С последнего заседания 7 июня 1957 года шишкопонцы недосчитались одного члена. По сведениям на данный момент, это внезапное исчезновение имеет единственное объяснение. Сорг покинул Сент-Ажиле, чтобы в одиночку уехать в свободную Америку. Как следствие, мы единогласно решаем применить к Соргу суровые наказания. Санкции могут дойти до безоговорочного исключения, если Сорг будет упорствовать в своем молчании. Вэл. Перейдем к повестке дня. Касса взаимопомощи. А Льомель никогда не приходит. Соскучились по Льомелю? Это церковь святого Остромуана в Исуаре. Насладитесь арками. Внутри снять мне не удалось. Было недостаточно света. Я раздам письма, если вы замолчите. Погодите. Буве. Я. Месье. Дешам. Дешам, держите. Далее. Матрон. Бруе. Бруе. Контан. Я сказал письма после уроков. Сколько раз мне вам это повторять? Месье Кабан. После уроков шли бы вы прочистить уши в медпункт. Первого, кто развеселится, я отправлю главному воспитателю. Письма. Я вот писем не получаю. Макруа. Все. Идите. Филиппу Макруа. Лечебница в Санажиле, Франция. Апчхи. Насморк. Макруа. Я думал, в Санажиле этого не существует. Можно мне выйти, месье? Да. Идите сморкаться в другом месте. Что-то ты долго. Я чекал, как ты. Но Леомель отправил меня на ингаляцию. Вот. Посмотри. Покурим. Я стащил пачку. 15 июня. Шишка Пон. Представляешь? Он добрался. Меня это просто потрясло. Сорк среди небоскребов. Что с лицом? Из-за того, что он уехал без нас? Нет, нет. Перечитай открытку. Ты увидишь, что... Нью-Йорк. Сорк в Нью-Йорке. Что скажете, месье Планет? Это... Это просто-напросто невероятно, мадам. А эти слова... Шишка Пон. Что это? Мадам директриса задала вам вопрос. Послушайте, дети. Хватит держать меня за дуру. Шишка Пон. Это что? Прозвище? Кодовое слово? Ну да. Ну да. Что? Это... Это прозвище. Кодового слова. Это... Просто-напросто невероятно. И вы знали, что Сорк уехал в США? Нет, мадам. Он это сделал без нас. Мы были не в курсе. В Нью-Йорк. Так вот, в чем смысл тайных ночных посиделок в кабинете естественной истории. Они готовили свой отъезд. Ведь вы тоже собирались уехать, не так ли? А нашла я их во дворе курящими сигареты. Курящими? Но это невероятно. Это сигареты с эвкалиптом, мадам. С нарисованной на пачке фуражкой. Курящими. Выходите. Встретимся на ингаляции. А моя открытка, мадам, конфискована. Что скажете, Пленея, кто мог предположить, что они курят? Ну ладно, зато теперь мы спокойны. Теперь мы знаем, где Сорк. 14 лет. Со слабыми бронхами. За тысячи километров и без гроша. Однако он везунчик. Он пересек Атлантику. Он, наверное, сделал это нелегально. В трюме с животными. Но он, конечно, дал Сорк. А ведь у него самая плохая температура. Да, куку бывало и похуже. Кто это? Англичанин, открывший Таити. Дурачок. Что за блажь? Хотите уехать? Разве нам тут плохо? А я бы хотел в Каркасон. А, Шишкапон. Ничего она не поняла, директриса. Ты помнишь открытку, маг? Я заметил четыре аномалии. Во-первых, обычно мы пишем Шишкапон через дефис. Но на открытке Сорк его не поставил. Почему? Во-вторых, Шишкапон — секретный термин, который нельзя ни произносить, ни писать, ни наших заседаний. Но Сорк подписался Шишкапон. Почему? В-третьих, открытка была адресована только тебе, наименее усердному на заседаниях. Почему? В-четвертых, это наиболее важно. Сорк никогда бы не уехал без своего романа. То, что он его забыл, неприемлемо. И что? А то, что я делаю вывод. Эти ошибки Сорка намеренные, чтобы нас предупредить. А значит, в Сент-Ажиле существует какая-то тайна. Я должен добыть эту открытку, чтобы лучше ее изучить. Ты хотел подслушать? Сейчас я тебя умою. Прекратите. Все по кроватям. И побыстрее. И чтобы я ни слова не слышал, вы больные. Вы что, не понимаете, что вы больные? Ну, не понимаете, что вы больные? Я уверен, сорок дни в Нью-Йорке. Кому таблетки? Кто хочет свечку? Кто еще не взял свечку? Таблетки все выпили. Всем выдали по свечке. Кому не дали свечку? Мне, месье. Опять вы, Криспон? О чем вы думаете? А где растут эвкалипты, месье Пране? Китае, Криспон. Их очень много в Китае. И никто от этого не умирает. Спокойной ночи. Спокойной ночи, месье Пране. КОНЕЦ ФИЛЬМАНИЕ КОНЕЦ ФИЛЬМАНИЕ КОНЕЦ Макруа, мы где? В Сент-Ажиле, месье? Я знаю, что мы в Сент-Ажиле. Но мы на третьем этаже? Или на первом? На первом. Ах, Макруа, вы мое провидение. А что вы делали на первом этаже? Шли воздухом подышать. Первый этаж это не в сторону спален. О-ля-ля. Фух, от вас пахнет табаком. Ах, Макруа. О-ля-ля. Посмотрите, посмотрите, Макруа. На все эти картинки на стенах. Божественно. Видели, какие рожи рисовал испанец. Похоже на преподавателей Сент-Ажиле. Со мной случился тот же кошмар, что с Гои. Вы с вашими товарищами никогда не задавались вопросом, почему такой тип, как я, оказался в Сент-Ажиле. Ах, воспитателем. И я? С меня довольна. С меня довольна. Взбодримся по чуть-чуть. Ах, Макруа? Взбодримся по чуть-чуть. Когда у меня будут деньги, я сделаю как сорок. Свалю отсюда. Но не в Америку. Между мной и ею слишком много воды. Я в Испанию. В Испании я куплю старый испанский дом под Сарагосой. Именно там родился Гоя. И мы купим вдвоем. И мы купим вдвоем. Я вас пугаю. Давайте, дети. Подъем, малыши. Ну что, хорошо поспал? Давай, подъем. А ну-ка, сон прогоняем. Давайте. Давайте. Стало как-то пусто. А что, Макруа нет? Макруа пропал. Макруа пропал, мадам директриса. Мадам директриса, кажется, я раскрыл тайну. Посмотрите, я так и знал. Шишкапон. Опять шишкапон. Мое расследование принесло плоды. Видите, мадам директриса, надо вознаградить. Славно бабу Линья. Тайные собрания. Клятвы. Статусы. Баллистические расчеты. Масоны. Искурив гашиш из одной трубки. Шишкапонцы поклялись вместе добраться до США. Они курят. Вы были правы. Это просто-напросто. Ну что ж. Вот и доказательства. А это роман за авторством Сорго. Мартан Скелет. Ничто не может заставить шишкапонцев отступить. Даже смерть. Но. Мадам, тут в Сент-Ажиле есть какая-то тайна. Сорки Макруа не в Америке. Тогда где они? Говорите. Я не знаю. Может похищены? А может убиты? Боже мой. Но я узнаю. Верните мне открытку. Она может дать нам важную информацию об их исчезновении. Я думаю, и речи быть не может. Это улика. А теперь идите на паровую баню. Быстро. Я просто в шоке. Похищен или убитый? Вы не думали о гипнозе? Кто-то мог загипнотизировать учеников. Это все ваши досужие домыслы. Планет. Все это очень досадно. Очень досадно. И что мы будем делать, мадам директриса? Подожду. Удвою бдительность. И самое главное, никаких слухов. Ладно, господа, без паники. А, Планет, приходите сегодня вечером на вечеринку в моем кабинете. Будет вишневая водка. Спасибо, мадам директриса. Но я не могу принять приглашение. У меня же обход. Как хотите. Я исчез. Я исчез. Да нет же, нет, малыш. Я здесь. Эй, это ты, Бом? Да, в чем дело? Я видел твоего приятеля, Макруа. Где? На вокзале. Меня отпустили на похороны бабушки. Когда я выходил из поезда, он в него садился. Он меня не видел. Но я ничего не сказал, Донадьо. Но, но это невозможно. Говорю тебе. Думаешь, Макруа поехал к Соргу в США? Мэйби. Ай, донт ноу. Возможно, не знаю. Собор в Пуату. Ну вот, я закончила. Сожалею, что про Пуату так мало. Я была там проездом. Ах, ох, как жаль. Да, очень жаль. Спокойной ночи, господа. Спокойной ночи. Провинция Вайн-Азе еще куда не шла. Но Пуату... Нет, увольте. В следующий раз я скажу с больным. Уверен, что эти вечеринки предназначены для того, чтобы мы терпели свои мизерные зарплаты. Мирамбо. Вы приметили, каким киршем она вас сегодня угощала? Нет. Подмените его. Это тот, что на кухне используют для фруктового салата. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Мирамбо. Ну вот, парни, теперь я все узнаю. Я иду к вам. Мирамбо. Я иду к вам. Я иду к вам. Субтитры подогнали Симон. 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 ... 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 Естественные истории. И где она, эта открытка? Восказывай все. Я тут новичок. Ты же знаешь. Нам платят за то, чтобы мы следили. А не за то, чтобы следили за нами. И все же за нами следят. Продыхнуть не дают. Возможно, вам стоит пойти спать, Люмель. Всю свою жизнь я только жил и спал, мадам Донадье. Сегодня благодаря пуншу я вас прянул. Вы меня не смутите, Дермион. Своими хорошо сидящими костюмами и цветными галстуками. Вам следовало бы знать, мадам директриса, что под личиной Дэнди прячется истязатель. Именно. Вы пугаете детей на уроках. Уличная крыса. Ах ты, старый пенчушка. Господа, господа, прошу вас. Немедленно прекратите. А, это у нас Мирамбо со своей бараньей рожей. У меня большая талия. Если вы хотите знать, какой точно день вы окунули свою первую спаржу в уксусный соус, спросите у него. Месье Мирамбо записывает все. Его комнаты просто лопаются от записных книжек. Мирамбо, вы шпиор. И все это знают. Да я вас. Мирамбо. Не такой, как Смет, но довольно близко. Как можно любить Моцарта, месье Смет, и проводить время за чтением похабщины из утренней газеты? Пхе, выкапыватель трупов. Довольно, леомель. Я приказываю вам идти в свою комнату. А, она мне приказывает. Сегодня вы мне уже ничего не прикажете, мадам. Когда вы руководитель учреждения, откуда дети регулярно сбегают, вы не можете себе позволить приказывать. Устав слушать про чистый воздух, они поддаются искушению сбежать на воздух. Хе-хе, это нормально. Вы несете мерзкий бред. Вы переходите границы. Завтра же принесете мне свои извинения. Извинения? Извинения. Извиняться перед кем? Только камням этих стен я могу принести свои извинения. Давайте пойдем, миссер Умель. Прошу вас. Никто не смеет приказывать такому художнику, как я. Думаете, я бы подчинялся бы приказам Гои? У него не было легких вместо мозгов. Нет. Пойдемте, пойдемте. Идите. Оставьте меня. Хотите, скажу вам, что я рисую по ночам? Месье Планет. А я вам сейчас расскажу... Что случилось? Фонарь. Скорее, фонарь. Он мертв. Какой ужасно несчастный случай. Идите, проверьте пробки Планет. А я позвоню в полицию. Исчезают люди, умирают воспитатели. Это не банально. Лучше не расставаться. Лучше уж на рыбалку, чем оставаться тут. Ты прав. Постарайтесь их развлечь. Отвлечь от мрачных мыслей. Ну, вы меня понимаете. Прекрасно понимаю, мадам. Кабан нас покидает? Нет, нет. У месье Кабана больной желудок. Каждый месяц он ходит к специалисту. Ну что, дети? Пошли. Направление рыбалка. Один слон пьет много, пьет много. Один слон пьет очень много воды. Два слона пьют много, пьют много. Два слона пьют очень много воды. Три слона Именно, мадам директриса Я так и сказал Я уверен, что кто-то рылся в моей комнате И моих записных книжках И кто-то пользуется моей Нью-Йорк Таймса Раньше меня Подобные махинации просто невыносимы Кто-то хочет расследовать смерть Леомена? Тогда пусть просто позвонит мне в дверь И допросит Мне нечего скрывать На мой кабинет тоже обыскали Открытка от Сорга Вас что, не интересует? Она исчезла из моей комнаты внезапно Возможно, на моих сеансах диапозитива Вы не только спите Что? Как вы смеете? Мирамбо, прошу вас, успокойтесь У нас у всех нервы на пределе Прошу вас, оставьте меня в покое Мадам директриса Позвольте вам сказать Что я, читавший лекции в Оксфорде Которому вы платите как простому санитару Что я обладаю безупречными моральными качествами Чего не всякий может сказать о себе в этом доме Обвинить меня в краже? Это оскорбление Остальное молчание Сегодня сеанса диапозитивов не будет, господа Хорошего дня Ой, как жалко А если это было самоубийство? Да нет, что вы Несчастный случай очевиден Опьянение Ломеля Его положение прямо у парапета Нет Для полиции дело закрыто Закрыто? Закрыто, это быстро сказано Вы действительно считаете, что за нами следят? Да Я так считаю Я так считаю Подвинься еще чуть-чуть ближе, Булинье И я отправлю тебя к рыбам Ты думаешь о почтовой открытке? Жорж Семенон, Мегре в школе Я могу кое-что тебе рассказать Если ты возьмешь меня в шишкапон После того, как ты сдал нас в Донадьё Это кабан меня обвинил А Рэймон? Что ты говорил ему в вечер праздника? Перестань Мне нужно кое-что тебе сказать Я выпил слишком много пунша Папаша Рэймон налил мне два больших стакана Чтобы разговаривать Я вышел из спальни И я его видел Кого? Рэймона? Он входил в кабинет Донадьё посреди ночи Мадам директриса Мадам директриса Что происходит? Бомб пропал Мадам директрис Эй, Мартан Эй, Мартан классе. Тут должен быть какой-то секрет. А ты все видел, но даже не можешь мне рассказать. Мартан, смотри, что я тебе говорил. Мастерская фальшивомонетчиков. Мастерская Льомеля. Это сюда он приходил по ночам гравировать медные платы. Это он тогда ночью наткнулся на меня и убежал. А это? Только взгляни на это, Мартан. Это Льомель подделал марку штамп почты Нью-Йорка. Нас хотели убедить, что Сорг уехал в США. Сорг действительно видел человеческую руку, вылезающую из шкафа. Он мог раскрыть секрет. Как результат, его похитили. Открытку ему продиктовали. Я так и знал. Эй, ты только взгляни на все эти бабки. Мартан, а ты говоришь, касса взаимопомощи. Мартан, Льомель был убит, потому что собирался заговорить. Короткое замыкание устроили, чтобы он свалился с балкона. Вот так. Полагаю, что Макруа похитили, потому что он тоже раскрыл секрет. Понимаешь? Кто убийца? Мы скоро узнаем. Гуднайт, Филлоу Мартан. Я продолжу свое расследование. Не позвону, а? И никому ни слова. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Все приняли таблетки Всем достали свечки Кому не достали свечки Всем дали таблетки Всем достали свечки Кому не достали свечки Как желудок у месье Кабана Проясняется, господин главный воспитатель Проясняется Спокойной ночи Спокойной ночи, Кабан Приятного аппетита Пошли. Витя. Пошли. 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 Целый день не иметь возможности писать. А где научный иллюстрированный словарь? Подождете, старина. Думаете, мне больше делать нечего? Как бегать по книжным магазинам? И хватит ворчать. Я не обязан был этой ночью нести тебе бумагу. На, держи свои жвачки. А фруктовый пирог? Ты его не съел? Не люблю. Я еще прошлой ночью вам сказал. Я не знал. И что там с твоим романом? Ой, отстаньте. Могли бы принести мне сто первых страниц? Я не помню, на чем остановился. Так включи свою башку, хитрец. Дай мне прочитать, говорю. Получив страшный удар, зловещий бандит закачался. Хорошо написано. Второй удар бросил его на землю. Второй удар бросил его на землю. Да, кто там? Откройте, инспектор, это бомб. Вы что, не пропали? Вы же из полиции, так? Да, я инспектор Ламберти. Я так и знал. Я знаю, где Сорк. А, в Нью-Йорке? Хорошая шутка. Вовсе нет. Он здесь, над нашими головами. Нельзя терять ни минуты. А, над нашими головами. Кто сейчас спит? Вы или я? Кстати, ваша открытка из Нью-Йорка ничего интересного не показала. Да она фальшивая. Фальшивая? Не учите меня моей профессии, молодой человек. Зато у миссии Мирамбо я нашел важные вещи. У меня нет никаких сомнений. Лемель был убит. Да, это я знаю. Послушайте, надо торопиться, инспектор. Уверяю вас, что Сорк пленник кабана. Идемте быстрее. Ха, кабан, говорите? Невозможно, сынок. Кабан у доктора из-за желудка. С другой стороны, я проверил всю электропроводку в здании. Ничего необычного. Ну ладно, раз уж вы настаиваете, пойду проверю вашу информацию. И тогда на глазах шишка понцев дверь пирамиды медленно отворилась. Полиция! Инспектор Ламберти! Всем оставаться на местах. Бум! Ну что, Джонни, как дела? Неплохо. А у тебя? Да. А где Макруа? Макруа? Откуда мне знать? Макруа? Как? Как же так? Я думал, он с вами. Да нет! Ой! Ой, больно! О, мой желудок! Мне уже лучше. Продолжайте. Давайте. Еще немного. А потом вы все пойдете на рыбалку с месси Реймоном. Мадам директриса, тут опоздавший на ингаляцию. Это вы. Это руку Лемеля. Я видел в шкафу Мартана. И поскольку я мог все обнаружить, вы меня похитили. Я вас арестовываю, мадам Донадье. За похищение и лишение свободы моих друзей. Сорга и Макруа. И за убийство вашего сообщника Лемеля. Но что вы говорите, Бом? Фальшивое монетничество? Вы потеряли разум, малыш. А воспитатель Кабан выносил из здания фальшивые купюры в своем чемодане. Но как же его желудок? Его желудок же... Мадам директриса, вы зашли слишком далеко. А Макруа? Где он? Я не знаю. Возможно, мне и пришлось лишить свободы ребенка. Но... Я так люблю детей. Мы не сомневаемся. Изготовление фальшивых банкнот в высокочтимых стенах медицинского учреждения... Очень умно, мадам директриса. Санта Жиль был для меня не только фасадом. Я люблю детей. Теперь я понимаю, почему несчастный Лемель никогда не ходил на сеансы диапозитива. Нет, миссис Мэтт, ничего вы не понимаете. Лемель. Я знала его больше пятнадцати лет. Мы любили друг друга. Мы, возможно, уехали бы далеко-далеко, если бы он потерпел в Санта Жилье. Он был большим художником. Ему здесь было плохо. Он так изменился. Он стал невыносимым. Неблагодарным. Мы потерпели крах. Я следую за вами, инспектор. А, кстати, господа, наши нищенские зарплаты, это был плюс к фальшивым деньгам. Наш преподаватель гимнастики Виктор был из полиции? Это мой друг, говорю вам. Он поставил меня в известность о происходящемся в Санта Жилье. Мне пришла идея, чтобы он симулировал травму. Тогда я смог бы его заменить и присмотреться поближе. Это просто-напросто невероятно. Расследование было легким. Мои подозрения сразу пали на Кабана. Достаточно было за ним проследить. А что же с Макруа? У вас есть мысли? Естественно, есть. Однажды вечером я его вам приведу. Только молчат. Хватит сигарет, инспектор. Прошу вас. Пусть Санта Жиль поможет вам бросить курить. Идите сюда, дети. Смотрите, что я нашел утром в почтовом ящике. Идите, посмотрите. Вы только посмотрите. Look at that. Макруа. Юный француз нелегально прибыл в Нью-Йорк. Черт, у него получилось. Да, но в одиночку. Против Устава. Он заслуживает порицания. Но все же какое практическое чутье. Вот он и у американцев. А мы торчим здесь. А я бы хотел уехать в Китай. И там стал бы Китай-капонцем. В ролях Бом, Домьен Розина. Сорк, Себастьян Куртет. Макруа, Матье Симон. В остальных ролях Мишель Анпрель, Мишель Галабрю, Клод Мелки, Домьен Рошина, Себастьян Куатет, Матье Саймон, Антуан Бенуа, Мишель Берто, Марк Бетон, Дидье Безас, Дельфин Броссе, Джейми Делони, Пьерик Делони и другие. Производство Франция, 1990 год. Режиссер Жан-Луи Бенуа. Перевод и субтитры Лисок-Лисочек. Фильм озвучил Александр Водяной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова